Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что, новый сезон, новые костюмы и новая попытка покорить КВНовский Олимп! Э, ну вы где? Мы в этом не выйдем, мы стесняемся! Так, приветствие уже началось! Быстро на сцену! И не мы, но Бэдди Финн вместе нами как играют! Вау! Вот именно! И кому такое приснилось, что мы так должны выглядеть? Нет, ну просто новый сезон, вот мы и хотели внести что-то новое! Что-то новое? У меня мамка три дня от счастья рыдала, она всю жизнь дочку хотела! Меня зверя вчера в одноклассниках в друзья добавил! Но мы решили что-то изменить! Чтобы что-то изменить, нужно сходить в солярий или в фитнес-клуб в визажистах! Капец, Жигуль, меня эта одежда поглощать начала! Да мы просто хотели, чтобы вы не были скованы своими образами и могли шутить на разные темы! Какие? Здравствуйте, меня зовут Евгений, это мой друг Станислав! Этими руками мы делаем Жигули! Такие? Такая-то шо за Австралопитек! Вообще-то это наш новенький! Какой-то старенький у вас новенький! Зато у меня фамилия КВНовская! Какая? Ярмольник! А вы с ним? Не-не-не-не, я сын! Что-то мне непонятно, как он сюда попал! Это Пётр Налич на Евровидении непонятно, как попал! А от России на Евровидение Налич едет? Ну да! А чё, в стране дайнеки кончились? Ладно, Жигуль, пошли жахнем, стресс снимем! Мартини! Я тебя сейчас тресну! Дорогие друзья, давайте сегодня поговорим о полётах во сне и наяву! Ведь многим молодым людям часто снилась следующая ситуация! Итак, 3 часа ночи, парень приводит девушку домой! Одинокий голод на корнике за окном Смотрит на меня, стучится в дом Сынок! Может, так же ты ко мне придёшь? Ты всё поймёшь, ты всё поймёшь! Одинокий голод на корнике за окном Смотрит на меня, стучится в дом Сынок! Друзья, а каждый, кто хотя бы раз ездил на поезде, в тамбуре, мог встретить такого человека! Ну чё делать-то будем, а? Да сейчас вещи надо на вокзале, короче, кинуть, а потом... Я извиняюсь, есть какой огонь? Да, конечно! Вещи кинем на вокзале? А я к своей в Москву еду! А у вас, барышни, есть какие? Ну да, есть Пожужживаете их немного, да? Ну да, бывает Это нормально, это молодое Короче, один... Слышь, а ты не служил, нет? Нет, мы студенты, мы не служили А новым и не надо Сейчас армии нет Это я послужил В 84-м году в Средней Азии Самый большой аэродром в Советском Союзе у нас был 16 бомбардировщиков Загнило Ну чё, ты докурил, пойдём в купе? Да, хлопцы, пойдёмте к вам в купе А то со мной какие-то мутные едут Мозг мне выносят Ну а следующая ситуация вполне могла произойти и наяву Ведь на каждом корпоративе наступает момент Когда обычный рядовой сотрудник набирается смелости подойти к своему начальнику О, прости, Геннадьевич Можно просто Геннадьевич Понимаешь, Геннадьевич, ты как директор, ты, конечно, молодец Правильный, умный, грамотный Но как человек ты гнида Понимаешь, вот что ты как упырь из людей кровь пьёшь Вот человек опоздал на пять минут А ты пьёшь и пьёшь, пьёшь и пьёшь Я тебя за это презираю А знаешь, почему ты гнида вдвойне? Потому что я об этом разговоре завтра забуду, а ты нет А такое вам даже и не снилось У служебного входа в ночной стриптиз-клуб Всё, девчонки, до завтра Пока, да, пока Здравствуйте Это вы неукротимая, Мишель? Да, что вы хотели? Будьте моей женой Вы больной? А я что, уже об этом сказал, да? Вы сумасшедший? Нет, нет, вы не пытайтесь угадать диагноз Там очень длинное слово на латыни Мужчина, что вам нужно? Понимаете, когда вы там начали танцевать, я начал вам денюжку и так сильно вошёл в раж, что вы паспорт у себя не находили А каждый работник Смоленского завода хоть раз во сне мечтал побывать в Таиланде Но есть те, у кого эта мечта сбылась Ну давай, рассказывай Ну, мужики, там рай А это как? Ну как тебе объяснить? Это вот как на заводе в твою смену тонна меди пропала А на тебя никто не думает А что ещё интересного было? Вот в номере, в номере, насвинятишь, ну насвинятишь Утром пойдёшь купаться, возвращаешься и чистота Ух ты, да-да-да И самое главное, никто не триндит Слушай, а что ещё понравилось? Там в номере холодильник есть В нём топливо никогда не кончается Я его даже сюда привёз Так он здесь не работает Дорогие друзья, ну а в конце нашего приветствия мы хотели сказать Ой, 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 это вы, это вы Я же вас узнал, я же ваш фанат Слушай, а вот так А правда в КВН-е Эрнст строгий? Ну строгий, но справедливый Ещё б ты по-другому сказал, когда он в зале сидит Слушай, а правда, что Юрка Яросёв в КВН играл? Кто? Отбрехло Ну сварщик от Бога Слушай, а пойдём с нами на трубы, а? Не-не-не-не-не, нам ещё выступать А шо, вы перед выступлением ня-ни? Нет-нет Ну по чуть-чуть? Даже по чуть-чуть А после выступления? Ну после, да По чуть-чуть? Нет, не по чуть-чуть Слушай, а ты мне не тогда автографа, а то мне дочка не поверит, что я вас видал Есть у тебя бумажка какая? А вот бумажки нет у нас просто А может денежка, там 10 рублей У меня только 100 Ай, шо ты со мной делаешь? Ну давай Люблю вас, не могу Фёдор Двинятин, вперёд! А мы любим вас, команда КВН-3 отидёт Может всё случиться, если очень сильно Верить в мечту То, что ночью снится Может просто сбиться Эй И на негум Это всегда лето И грузила где-то Арей Павлёт Третье.